Всем привет! Я рада вас приветствовать на своей кухне! Сегодня будем делать капкейки Bounty, которые прекрасно дополняют любой сладкий стол, так как они очень и очень вкусные. Итак, начнем готовить! И прежде чем начинать делать капкейки, я сделаю ганаш, вернее заготовку для ганаша. Мне для этого потребуются сливки, у меня ганаш будет на сливках жирные, и шоколад. Пропорции 2 к 1, то есть 2 части шоколада и 1 часть сливок. И в самом конце мне еще понадобится 10 грамм сливочного масла. Сливки ставим на огонь, постоянно помешиваем, нагреваем их, не кипятим. Заливаем шоколад горячими сливками и ждем, пока он полностью расплавится. Хорошо все перемешиваем, чтобы полностью весь шоколад у нас растопился в сливках. Все готово! Я забыла сказать, это у меня молочный шоколад, то есть у меня будет ганаш на основе молочного шоколада. Отправляем в холодильник на 2-3 часа, можно даже на ночь отправить, то есть время будет зависеть от того, какое количество ганаша вы делаете. Отправили ганаш в холодильник и можно приступить к тесту. Для этого мне понадобится сметана, у меня сметана жирностью 15%, молоко, растительное масло без запаха, яйцо, сахар и сыпучие ингредиенты. Здесь у меня мука просеянная, какао, разрыхлитель и немного крахмала. Также мне еще потребуется щепотка соли. И теперь все просто! Смешиваем все, кроме сухих ингредиентов, в одной чаше. Яйцо, сметанка, молоко. Сметана и молоко комнатной температуры должны быть. Масло, сахар и соль. И теперь все это взбиваем на самой большой скорости в течение 4-5 минут. Так, теперь мне нужно этой смеси буквально 3-4 ложки столовых отлить для начинки. Так, в граммах это получается 50. 50 грамм. Перемешиваем сухие ингредиенты и добавляем к жидкой смеси. Все хорошо перемешиваем. Все перемешали, тесто готово. Можно приступать к начинке. Для начинки мне понадобится совершенно естественная кокосовая стружка, яичная смесь, которую я немного оставила от основной массы, сливки и мука с добавлением немного крахмала. Это я сделала для того, чтобы облегчить. Если же не хотите добавлять крахмал, не добавляйте, можно только муку. Кокосовую стружку мы смешиваем с яичной смесью. Сюда же добавляем муку и сливки. Я обычно измеряю ложечкой, смотрю просто по консистенции. Я вам скажу, сколько это будет в граммах. Должна получиться вот такая вот кашица. Я добавила 50 граммов сливок. Можно заменить на любую другую жидкость. Можно добавить молоко, можно добавить какой-либо ликер. Все на ваш вкус. Не бойтесь добавлять ликер в выпечку. Алкоголь в любом случае испарится. Зато вкус останется. Все, можно приступать к переносу теста и начинки в капсулы. Из начинки я накатала шариков. По 15 грамм каждый. Сразу вспомнила, как делаю кейпопсы. Формы я буду использовать вот такие вот усиленные. То есть, их можно ставить на обычный противень и выпекать. Без металлической формы для маффинов и капкейков. Приобрела я их в Prime Decor. Там их большой выбор. Заходите, посмотрите. Ссылка будет в описании. При покупке любого товара с интернет-магазина Prime Decor. Не забывайте указывать промокод ЯТОРТОДЕЛ. Вы получите 6% скидку. Укладываем каждую начинку в свою капсулу. Посередине ровно. Чтобы разрез у нас был красивый. И заполняем каждую капсулу шоколадным тестом. Прикрывая каждый шарик. И как раз у нас получится до половины формы. Все готово. Данного количества теста и начинки хватает на 9 капкейков. Духовку разогреваем до 180 градусов. И отправляем выпекаться на 20-25 минут. Все готово. Вот такие вот получились капкейки. Выпекались они у меня 20 минут. Не смотрите, что они такие корявенькие. Это не важно, так как они очень-очень вкусные. И это их самая главная фишка. При разломе, либо когда вы будете надкусывать их, будет пахнуть шоколадкой баунти. Они в меру сладкие. Очень шоколадные. И много сахара я специально не добавляла в этот рецепт. Так как в основном мы еще также используем кремовую шапочку. А кремовая шапочка, тем более если это будет ганаш на основе какого-либо шоколада. Крем достаточно сладкий. Поэтому нужно, чтобы здесь был определенный баланс. Нам остается доделать наш ганаш и оформить капкейки. Ганаш с холодильника мы взбиваем миксером. Вот такой, видите, он твердый сейчас с холодильника. Мы сейчас его взобьем. И в процессе взбивания я добавлю еще, как и говорила, немного сливочного масла. Для того, чтобы у крема был блеск. Крем готов. Переносим его в кондитерский мешок. Насадку я буду использовать свою любимую. Это закрытая звезда. Большая. В оформлении тортов и капкейков я люблю использовать всякие по формам, по размерам посыпки. И вот я хотела один присыпать такими вот маленькими сердечками. Остальные мой супруг сказал, что не нужно ничем посыпать. Они на вид очень брутальные получились. Не надо никаких тут телячьих нежностей. Хотя у них розовая одежда, можно сказать. Поэтому зря я тут так расположилась. Все эти посыпки я приобретала там же, где и бумажные формочки. Prime Decor. Все укажу в описании. Давайте разрежем и посмотрим, какие внутри они получаются. Раздеваем потихонечку. Нравятся мне вот такие вот формы. Их можно сделать из формы, сделать тарелку для капкейка. Вот так вот полностью расправляем. Можно вот так вот ходить по банкетному залу с капкейком. Вот такие вот они получаются. Настоящие баунти. И на вкус, и на цвет. Очень даже миленькие получаются. Мы их уже попробовали. И моим домашним показалось, что начинка немного суховата. То есть можно добавить немного молока, либо сливок. Но мне кажется, все очень сбалансировано. Мне понравились. Я предлагаю вам опробовать данный рецепт. Очень-очень вкусные. Мне они лично очень понравились. Я как всегда желаю вам удачи в ваших начинаниях. Всего вам самого доброго.